Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Доктор Штойта, меня зовут Елена и в эфире мифы. Сегодня мы с вами поговорим про ОРВИ. Устраивайтесь поудобнее, будет полезно. Помните Мэри Поппинс? Ее не могла вывести из равновесия ни одна непредвиденная ситуация, даже болезнь. И как же Мэри Поппинс удавалось обходиться без лекарств при простуде? Ведь сегодня аптечные полки просто ловятся от препаратов, которые якобы поднимают на ноги за один день. Не припомню, чтобы в фильме эта леди паниковала из-за кашля и бежала за антибиотиком для детей на третий день. Может быть, она знала, в чем секрет обычного ОРВИ и поэтому обходилась без лекарств и тревожностей. Давайте разберемся в некоторых мифах об ОРВИ, чтобы быть стойкими и уверенными во время простуды. Напомню, ОРВИ это общий термин. Он обозначает группу болезней, которые вызваны разными вирусами, но имеют похожие проявления. ОРВИ могут вызывать больше двухсот разных вирусов, поэтому не удивляйтесь, что вам не проводят тесты для определения возбудителя. Во-первых, такого количества экспресс-тестов попросту нет, а во-вторых, лечение все равно будет одинаковое. Миф первый. Частые ОРВИ это признак иммунодефицита. К счастью, это не так. Болеть ОРВИ можно несколько раз в год без поводов для паники. Например, для дошкольников 3-5 ОРВИ в год это нормальная ситуация. Уточню, что в эту цифру не входят бронхиты, пневмонии, ангины и отиты. Болеть это нормально. Так иммунитет знакомится с разнообразием вирусов, а их ого-го как много. Здоровый малыш может болеть разными болезнями до 10 раз в год. И это не говорит о слабом иммунитете. Сама по себе цифра не имеет значения, если ребенок переносит болезни легко и без осложнений. На иммунодефицит указывают наличие осложнений, гнойных болезней, старт аутоиммунных заболеваний и другие признаки. Но никак не частые ОРВИ. Миф два. Достаточно привиться от гриппа или ковида, чтобы не болеть ОРВИ весь год. Увы, это не так. Вакцинация от гриппа и ковида специфична. Это значит, что прививки от этих болезней защищают только от этих болезней. А от остальных 200 вирусов не существует вакцины. Например, если вы привиты от ковида, то у вас есть антитела к конкретному штамму. Однако вы можете встретить другой вид коронавируса и заболеть. Да дела-то мои в общем не очень хорошие. Горло болит, голова. Сюда, что ли? Родители говорят, что, наверное, не скоро в школу пойду. Прививка в этом случае не защищает от коронавируса, потому что это похожий вирус, но не тот. Положительный момент для тех, кто привит. Если вы заболели ОРВИ, то у вас после выздоровления выше шансы сбежать ковида и гриппа, чем у непривитых. Миф три. Если есть кашель, то это бронхит или гневмония. К счастью, нет. Наличие кашля, даже самого мучительного и будоражащего, не означает воспаление бронхов или альвеол. Кашель при ОРВИ чаще бывает из-за соплей, которые текут по горлу и раздражают его своим присутствием. Естественно, организму не нравится текущая слизь, и он хочет от нее избавиться, поэтому заставляет вас кашлять. Еще одна причина кашля при ОРВИ – это раздражение горла. Помните ощущение першения? Горло раздражено и приходит сухой, мучительный кашель, который не дает спать. Еще у детей встречается лающий кашель. Его причина – воспаление голосовых связок. Инфекция проникла в горло, захватила голосовые связки и обеспечила там воспаление. Поэтому изменился голос, а кашель звучит так, как будто рядом гавкает сторожевой пес. Миф 4. Температура держится 3 дня, поэтому надо дать антибиотик. Это не так. Вирусы могут вызвать длительное повышение температуры. Понимаю, хочется верить простому правилу. Если 3 дня температуры, надо дать антибиотик, и на следующий день будешь здоров. Как бы не так. Иногда это помогает, а иногда нет. И если антибиотик не помог, возникает еще больше страхов и тревоги. Ведь в нашем сознании заложено, что антибиотик лечит все. Однако антибиотики не влияют на вирусы. Давать антибиотик или нет, решает врач. Если температура держится 3 дня и не снижается, то обратитесь к врачу. Миф 5. Во время болезни нельзя гулять и мыться. К счастью, это не так. Если болезнь настигла вас, не надо подвергать себя заточению в темнице и избегать гигиены. Это касается и детей, и взрослых. Мыться и гулять можно, если позволяет самочувствие. Дети намного легче взрослых переносят температуру. И порой при 38 способны гулять, играть и стоять на ушах. Во время острого периода, конечно, лучше избегать скопления людей. Избавьте их от знакомства с вашими вирусами. Очень рад, очень рад познакомиться. Очень рад. Сама по себе прогулка не навредит при ОРВИ и даже может помочь. Нос любит свежий воздух, да и весь организм в целом. На улице облегчается дыхание и может усиливаться кашель. Это нормально. Мокрота от влажного воздуха легче отходит и быстрее покидает организм. Из-за заложенности носа и постоянного нахождения в помещении, мозгу не хватает кислорода в полной мере, а прогулка восстанавливает его содержание и улучшает работу мозга. Что сказать напоследок? Берите пример с Мэри Поппинс и будьте готовы к любым неожиданностям. Пусть вирусы обойдут вас стороной здоровья и всех благ. Пока!